Сказочная мастерская Колесникова предоставляет фильм, который прислали два мастера, два Александра из Белоруссии. Вот один Александр вот так выглядит, а второго Александра фотку не прислали. Ну, вы этого мастера знаете, вот так это первые его работы, вот такие дома он приводит в божеский вид. Представляете, вот очень интересные направления, как реконструировать, как отремонтировать старый деревянный дом. То есть, ну вот, не каждый может построить дом, допустим, это очень дорого, а вот взять и отремонтировать такой старый дом деревянный, это возможно. И вот Александр представляет нам, ну, работы, как сделать такую работу, отреставрировать старый дом деревянный. Ну, вы видели этот фильм, я просто немножко заставочку делаю, чтобы вы вспомнили, заинтересовались этим фильмом. А фильм будет дальше, ну, там уже не только деревянный дом, а как просто сделать лепку, оформить фаза дома. Представляете, вот смотрите, какие самобытные работы, и трещины, и расколы, и покраска, смотрите, какая оригинальная, необычная, не классическая покраска, а вот именно самобытная покраска этого мастера. И вот, смотрите, даже компрессор, и тот такой же зелененький, как и стенки, и камни, и вот углы деревянные, ну, очень смотрится, и, допустим, этот мастер узнаваемый. А главное в творчестве, чтобы, ну, работы узнавали, узнаваемы были. И вот этот мастер Александр узнаваемый, посмотрите, вот такие вот перила, сделанные бревнами, такими уходят, камень декоративный, смотрите, срезы такие вот великолепные, и вот такое сказочное, ну, все вот, как леший там на ветвях висит, все это вот, ну, допустим, мне очень нравится, и я думаю, этого мастера большого будущего. И теперь, это я показал старые работы, а теперь посмотрите, какую работу делает мастер уже, ну, на такой современный дом. То есть, и опять, вот эти фасады, оформление фасадов, это очень коммерческий продукт. То есть, вот, глядите, вот этот дом, это такой дачка, или там обыкновенный дом, ну, в котором люди проживают. Ну, я не вижу, с какого материала он сделает, ну, наверное, кирпич, и вот смотрите, каким образом мастера будут делать штукатурку. Они побили штыри в стены, ну, может, даже не утепленные, ну, не видно, нету хотя бы кусочек показан, там, может, пенопласт по стенам был. Вот они побили такую арматуру, усилили ее, и там дорожную сетку под этот каркас, и, видите, повязали ее. У них специальные вот приспособления, и посмотрите, как вот, какой фасад получится у этих мастеров. Понимаете, фасадов много, разных, ну, мы привыкли, там, к декоративной штукатурке, или, там, к чему-то, а это будет такой сказочный дом, необычный, узнаваемый. И, вот, видите, чтобы что-то сделать на этом доме, потому что штукатурка тяжелая, ее надо армировать. Ну, по всей видимости, эта стенка декорирована утепленной пенопластом. Вот они обворили углы, и, смотрите, какая техника у них интересная, вот, как бы, обмазки этого дома. Вот он уже даже, ничего не надо делать, он уже смотрится, они только его поляпали, и, смотрите, какая декоративная штукатурка. И, вот, видно, идет как подготовительная работа. Ну, вот, леса у них, все-таки фасад высота большая, и это возникает определенной сложности. Зато у этих мастеров нету конкуренции, ну, не так, не каждый мастер захочет работать на высоте. Вот идет обварка вот этих углов, выварили такие деревья, и видно, что мастера, ну, как бы, имеют навыки штукатур, потому что, ну, вот, у них своя техника накладки раствора, и идет обмазка, вот, такие пнев, пней, и чем он мажет. Ага, видите, мастерочек такой у него, и он его просто налепляет на подготовленную поверхность. И, гляньте, смотрите, перила с бетона сделаны, такие под бревна. И, я думаю, что вот Белоруссия, это такая страна лесов, и это будет все востребовано. И главное, что, то есть, есть свой стиль. Ну, мы не идем там по каким-то таким, там, декоративным, караедам, то есть, это уже приелось, а вот такой вот своеобразный дизайн дома. Вот они обкидали ее, облепили, и вот уже, смотрите, фасадик дома уже смотрится. То есть, идет такая подготовительная работа, а теперь надо будет сделать на нее декоративную штукатурку. Ну, видите, окна надо заклеивать, то есть, это тоже морочливое дело, но без этого никак, потому что раствор потом не отмоешь, окна, и опять и сварка, то есть, ну, есть определенные такие моменты, которые не избежать. И вот, глядите, смотрите, какой декоративный камень, вот они его лепят, как хотят, и не Италию делают, они делают вот сказочный дом в Белоруссии. Вот, ну, круто, какие декоративные камни, объемные и очень оригинальные. Ну, вы видели, что и деревянные дома делались, и вот теперь уже идет вот такой, как бы, современный домик, который тоже можно украсить под определенный, там, вот дизайн, там, сказочный, там, не знаю, как его языческий назовем его, там, где леший, где, там, перун идет, то есть, ну, как бы, меня это, там, навевает на мысль, что вот такой сказочный, смотрите, ковочка какая-то, все, окна обделаны, и главное, что нету такого общих законов классических, там, построения домов. Ну, все равно система проглядывается, углы бревнами усилены, окна там кованые, то есть, ну, все равно есть система, есть замыслы, и они видны. Ну, и главное, этот дом будет узнаваемый и заметен всем. Вот, вот, смотрите, вот такая вот декоративная штукатурка, и вот, интересна очень кора, где-то она выкололась, где-то она гладенькая, и, вот, смотрите, веточки такие, ну, сейчас покрасится все, и увидим, что у нас, какой у нас дом получился. Так что, вот, смотрите, эта бригада мастеров развивается, у ней уже почерк свой заметный, и вот так вот выглядит этот дом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok